Дело в том, что изначально нас сюда втолкнули без нашего согласия, без нашей доброй воли. И теперь наша территория стала донором для Приазовья, для Приазовской громады. Поэтому у нас много вопросов. Что касается школы. Школу у нас хотят как-то быстро организовать. Такое впечатление, как раньше было при Советском Союзе, при колхозах, когда борьба за первую квитацию. Сдали зерно, урожай. Первую квитацию получил. Ох, фала. В газетах расписаны. Классное руководство, обалденно. Поэтому выходит так, что от нас тоже, в середине паровоза, стараются на нашего производственного ЭТГ проскочить и реорганизовать школы в этом районе. Но я понимаю, где школы маленькие, где мало людей, допустим, все остальное. У нас, извините, школа больше двухсот человек, учащихся в этой школе. Школа оборудована, школа просла ремонт и все остальное. И теперь у нас появляется такая возможность просто-напросто утерять эту школу. Ее, собственно говоря, если переведут в систему опорной или какой-нибудь школы, просто-напросто школа вот эта при Азовске подсоединят, Бутевскую школу, она лишится юридического лица. Это одно. Кроме того, если уже хотят убрать старшие классы и сюда перевезти, но не объясняют, как они это собираются перевезти. Мы, собственно говоря, не понимаем пока цель, пока мы увидим решение, пока будет изменение, все остальное. У нас, видите, срок до 2024 года можно принимать решение. А у нас хотят это дело протолкнуть именно сейчас. А у нас еще суды не закончились по Бутевской АТГ, по неправомерному присоединению громады сюда, введение громады в Приазовскую АТГ. Понимаете, поэтому у нас вопрос еще не закончен в судебном порядке, а нас тупо уже реорганизуют, уже заталкивают другую систему. Понимаете, чтобы не было возможности потом назад выйти и выйти.